Благословен Бог Итак, наша недельная глава называется «Ваера», что в переводе «И открылся». Знаете, как здорово, когда Бог открывается нам, но Он желает нам открываться, потому что Он наш любящий Отец, и мы его дети. Поэтому, по мере того, как мы идем за Богом, Бог нам открывается. И эта книга «Берешит», книга «Бытие», начинается с 18 стиха и по 22 главу, 24 стих. И что в этой главе? Эта глава, она насыщенная многими событиями, и вот я хочу вкратце их вам говорить. Эта глава говорит о встрече Бога с Авраамом и обещании наследника. Также в этой главе говорится о суд над городами Содом и Гамора и ходатайство Авраама. Вы знаете, что Авраам ходатайствовал. «Боже, может быть, хотя бы несколько праведников». Там начинало от пятидесяти, но и закончилось с десятью. Но, увы, к сожалению, не нашлось. В Содом и в Гаморе не нашлось десяти праведников. Но были праведники, была семья Лота, которую Бог он вывел. И пришел огненный дождь, и тот город он потерпел уничтожению. «Бог спасает Лота и двух дочерей». Мы тоже знаем эту историю. Рождение Исаака, исполнение Божьего обещания, то, что Бог обещал Аврааму дать все-таки возлюбленного единственного сына. И Господь исполнил, то есть исполнение Божьего обещания. И также в этой главе самое большое испытание в жизни Авраама. И сегодня об этом мы хотим поразмышлять. Вы знаете, что перед тем, как Авраам вышел из Ура Халдейского, на его пути встречались разные испытания его веры, его жизни. Но даже выйти из Ура Халдейского, это тоже было для него испытание, как Господь сказал. То есть выйди из семьи отца, из родства отца, выйди туда, куда я тебе потом покажу. Но если вы понимаете, чтобы выйти оттуда, где ты уже привык, то есть там написано его родство, это целая династия, это целая родня, которые там жили, там родились, это целое поколение. И уже было привычно, там все было, все вроде устроилось, все было хорошо. И выйти из дома, знаете, это не так просто, как вот допустим сейчас. Молодые люди хотят побыстрее от родителей убежать, потому что оно уже вроде как взрослые, там контролируют, там и так далее. Побыстрее где-то пожить отдельно и так далее. Это не так было. Авраам не мечтал выйти от родства. Это было очень сложно. Это была, знаете, просто вся твоя жизнь, она там. И выйти, это было действительно совершение веры, даже, возможно, какого-то испытания. Ну, может быть, лучше все-таки остаться здесь. Но Господь сказал. Также на его пути разлучение было с лотом, мы знаем, да, там стада. Было немного как бы земли, но так не показалось. А стада росли, Господь благословлял. И вот они не справлялись с тем местом, было очень мало места. Поэтому все-таки лот, он ушел, скажем так, родственник. Тоже, думаю, что было неприятно. Также он сталкивался с изгнанием Агари и Измаила, когда, да, то есть, ну, это тоже было... То есть, эти были моменты, которые были, ну, неприятны. И нужно было действительно где-то верить в то, что все-таки все получится. И я думаю, что на этом моменте можно было успокоиться, так как Авраам уже прошел несколько трудностей, несколько препятствий. И хорошо думаешь, ну, слава Богу, все, теперь, наконец-то, можно позаботиться и о себе, и как бы и дальше возрастать. И Писание говорит о том, что это в бытие, да, и жил Авраам в земле Филимстинской, как странник многие дни. То есть, вроде все хорошо, все устаканилось. Но тут приходит судьбоносный момент. И это в бытие 22 глава с 1 стиха. И здесь, говорится, такие моменты. И было после сих происшествий, Бог, тут в слове искушал, но в дословном переводе еврейское написано, испытал Авраама. Бог испытал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я тебе скажу. Что, что, что? Я думаю, что, знаете, и потом мы дальше читаем, что Авраам сказал, да, хорошо, я, нет, я думаю, что если поразмышлять, я не думаю, что так было все просто. То, что Бог предложил Аврааму, оно не имело никакой логики. Вообще не имело никакой логики. Если те, как бы, которые препятствуют, ну, понятно, там, да, там стада, там было много стадов, ну, много там этих овечек, мылобало место, там, ну, как-то еще можно. Но здесь не было никакой логики. «Бог, ты мне дал сына, единственного, которого я просил, и ты дал мне сына, чтобы потом его забрать? Ты дал жизнь, чтобы потом эту жизнь забрать? А как же, что обещание, что ты закручешь вечный завет с Исааком и его потомством? Как же, что это обещание? Я не могу понять. Оно не имело ни логики, оно не имело никакого основания. В чем согрешил мой сын? Не было основания, да, в том, чтобы это сделать. В чем он согрешил? Может быть, в чем-то я согрешил? Боже, скажи мне, я не понимаю. И также в этих словах был запрет о том, что, вы знаете, что убийство, оно запрещалось. Конечно, как бы еще, можно сказать, что, ну, не было закона Маше. Здесь и заповеди, но я скажу, был уже закон. И если мы помним, помните, когда Каин убил Авеля, Бог сказал ему, Каин, что ты сделал? Что ты сделал? То есть кровь Авеля, да, она вопиет к земле. Я знаю, потом вынесен вердикт к этому, к Каину, да, о том, что ты будешь проклят, ты будешь скитальцем и так далее. То есть, ну, мы видим, что уже был закон, то есть нельзя было убивать. И здесь не было ни логики, ни основания. И я думаю, что Авраам, у него были мысли, и он спорил, думает, Боже мой, как я посмотрю вообще всем, кто меня окружает? Все будут называть меня убийцей. Как я посмотрю жене в глаза? Что я скажу, Бог сказал убить сына? Что потом, моя жена, она потом, я просто рассуждаю, но я, знаете, вот просто интересно, что она потом подумает? Ее же вера, она пошатнется, вера в тебя, вера о том, что ты говорил, о чем мы говорили. Как это? Ну, я знаю, что, конечно, он согласился, потому что, знаете, книга евреям, она говорит о том, что Авраам думал, он не верил, но он думал, что если даже и это случится, то Бог, он его воскресит. Написано, что он предполагал, он думал, потому что, ну, он, Боже, ну, я не могу это как-то вот, ну, сложить все, и он пошел, не понимая, но рассчитывая на милость Бога, что Бог, он как-то что-то усмотрит. И мы знаем, и мы знаем исход истории, да? Его возлюбленный сын, он остался жив, Бог усмотрел другую жертву. И мы знаем, что после этого Бог обновляет завет с Авраамом. И вот какие уроки мы можем из этого извлечь? Один из первых уроков, конечно, это будет не очень, вы можете так вот напрячься, то, что наша вера в Бога, она будет испытана. Такие все, о, да. Но есть благая часть, хорошая, вы можете расслабиться. Конечно, это, знаете, это очень самая сложная часть в жизни верующего. Мы мало говорим об испытаниях, мы говорим о благословениях, ну, мы говорим о том, что Господь нас любит, о том, что Он будет нас носить на крыльях, о том, что мы, и это правда, но есть и другая часть, сложная часть, как в жизни верующего, это очень сложная часть, но она есть. Но есть полегче часть, тоже благая весть. Так же писали, что Он не даст нам испытания сверх сил. Ну, слава Господу, мы все пройдем. И, знаете, в каждом испытании есть свои цели. Не просто так, чтобы как-то поиграться, посмотреть. В каждом испытании есть две важные цели. И одна из целей, это первая, я хочу зачитать, Якова, первая глава, со второго по четвертый стих. Я буду читать в современном еврейском переводе. Здесь такие слова. «С радостью принимайте, братья и все сестры, потому что мы одно целое в Господе. Аминь. Различные искушения, с которыми вы сталкиваетесь, зная, что испытание вашей веры производит стойкость. Стойкость же пусть произведет свою совершенную работу, чтобы вы были совершенными и целостными, ни в чем не имея недостатка». Здесь говорится о стойкости. Знаете, люди думают, что к Богу люди приходят, знаете, такие все слабаки. Да, вот, а, но только слабаки в Бога верят. Я вот рассчитываю на свою силу, там, на свои. Но здесь говорится о том, что чтобы испытание, это главная цель, она вырабатывает стойкость. То есть для того, чтобы пройти испытание, нужно быть сильным. И здесь не слабаки к Богу приходят, а именно сильные люди, которые не, скажем так, не реагируют, потому что человек, он имеет свои какие-то слабости, он имеет свои унаследованные грехом достоинства. И проявить веру в Бога и пойти так, как Бог говорит, не отреагировать, это нужно быть сильным человеком. И здесь Бог хочет, чтобы люди внешне видели о том, что верующие люди, они сильные люди, они не слабаки. Если посмотреть на Авраама, он не был слабым человеком. И многие, которые, да, там, мы можем почитать, Седах, Мессахи, Авденага, Огненная Печь, Ишуа, который 40 дней был в пустыне, знаете, как хотелось ему кушать, и дьявол предлагал ему, ну вот, ты же можешь, ты же можешь сделать хлеб, сделай, покушай. И здесь говорится о том, что Бог хочет показать этому миру и всем нам, что вера в Бога это не слабость. Иметь стойкость, иметь четкую позицию, иметь силу, это очень важно. И это главное, это первая цель. И вторая цель, это 1 Петра, 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. И так написано, радуйтесь этому, несмотря на то, что, может быть, в течение какого-то времени вам придется немало пострадать в различных испытаниях. Ведь и золото проверяется огнем. Цель же этих испытаний в том, чтобы ваша истинная вера, которая гораздо дороже тленного золота, оказалась достойной похвалы, славы и почести в момент открытия Мессия Ишоа. И здесь вторая цель очень важная, чтобы ваша вера, она оказалась достойной похвалы. Бог хочет тем самым прославить нас. Он хочет, чтобы мы стали все-таки выше, и хочет, чтобы мы все-таки стали, поднялись выше на ступеньку и прославить нас, как прославился, ну, как бы, Адам, да, чтобы многие говорили, вот, я знаю человека, который прошел испытания, искушения. И благодаря, то есть, и этот человек, знаете, есть люди в вашей жизни, которые показывают хороший пример. Скажу, и слава Богу за таких людей. Есть, конечно, которые, ну, показывают негативный пример, но есть люди, которые помогают вам идти за Богом, смотря на их веру, да, вы думаете, Боже, вот Он прошел, почему я не смогу? И в этом моменте Бог, Он прославляет человека, чтобы дать ему что-то большее. Все мы хотим, ну, чтобы Бог нас прославлял. Да, мы прославляем Бога, но, знаете, Бог, Он тоже может прославить своих детей, сынов, дочерей. И Он хочет прославить. Но для того, чтобы Бог прославил нас, нам нужно пройти, ну, небольшие, скажем так, испытания и препятствия. И это второй момент, чтобы Бог хочет нас прославить. И интересно, и дальше написано, Якова благословен тот, кто стойко переносит искушение, потому что после того, как он был, вы выдержан. А после того, как он выдержит испытание, он получит венец жизни, который Бог обещал тем, кто любит его. Господь хочет нам дать венец жизни. И, вы знаете, книга Откровения, да, Ишова, обращаясь, он говорит к нам, для того, ты перенес испытания, искушения, и теперь ты будешь вкушать от дерева жизни, я дам тебе вкушать. Поэтому, знаете, пусть Бог вас благословит. Не чуждайтесь каких-то испытаний. Да, они будут, Писание говорит, но Бог, Он даст вам силы, и Он не даст вам чрезмерного. Бог даст вам силы пройти для того, чтобы показать, что вера в Бога, она действительно имеет ценность. Она не какая-то такая хлюпенькая, не такая, какая-то такая, ну, очень такая мягкая. Вера в Бога, и каждый верующий в Бога, он действительно достоин по холле, достоин славы, и на него можно равняться. Поэтому пусть вас Господь благословит в вашем хождении перед Господом. во имя Ишо. Аминь.